Операция «Алкоконтроль», которую организовали сотрудники ГАИ, пройдет почти до конца мая. На это есть определенные причины. На территории Бреста и Брестского района с начала текущего года по вине нетрезвых водителей произошло 6 дорожных аварий, в результате которых 6 человек травмированы. Алкоголь, как показывает практика, приносит только беды. За рулем он просто недопустим. А потому рейдовые группы инспекторов ГАИ будут работать вблизи аварийно-опасных, нерегулируемых пешеходных переходов, вблизи мест отдыха граждан, чтобы не допустить новых трагических случаев. Не единичный случай, когда за рулем транспортного средства сотрудниками ГАИ задерживаются нетрезвые водители. Особенно это касается выходных и предвыходных дней. Человек, садясь за руль в нетрезвом состоянии, не думает о том, что он подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. Пассажиров, которые находятся в его автомобиле, либо водителей-пассажиров, которые движутся в соседнем автомобиле. Ну и других участников дорожного движения, пешеходов, велосипедистов, самое главное, наших несовершеннолетних пешеходов. За время проведения профилактического рейда сотрудниками госавтоинспекции было остановлено немало машин. Основной акцент – проверка состояния водителя транспортного средства, проверка на трезвость. Ведь пьяному за рулем не место. Все водители эту мысль поддержали. Я считаю, что так делать нельзя. Я вообще человек непьющий и вообще никогда не поддерживаю людей, которые говорят, я там сегодня выпил, через 2-3 часа сяду за руль. Я считаю, что это наша жизнь, это наша безопасность. И за руль в нетрезвом состоянии садиться ни в коем случае нельзя. Во-первых, дети везде, родители. Это же просто не предсказать. Не предскажешь поведение его. Вдруг заснет, вдруг где-то прошляпил. Влияет каждый фактор. Вы сами знаете, даже трезвый водитель может уснуть и попасть в ситуацию неприятную. Я работаю водителем 79-го года. Если до сих пор работаю, значит, как-то справляюсь с этой пагубной привычкой, которые бывают у некоторых людей. Как известно, даже небольшая доля алкоголя снижает реакцию и уровень концентрации. Тем самым водитель перестает контролировать свои действия, не замечает дорожные знаки, сигналы светофора и других участников дорожного движения. Все это может привести к непоправимым последствиям, а потому наказание за направление автомобиля в нетрезвом состоянии суровое, но справедливое. Хотелось бы напомнить, что алкоголь и руль – это вещи несовместимые. За управление в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит административная ответственность в виде штрафа от 50 до 100 базы кюличин, а также лишение права управления сроком на 3 года. Если же водитель повторно в течение года садится за руль в нетрезвом состоянии, то здесь уже наступает уголовная ответственность, а также специальная конфискация транспортного средства. Каждый участник дорожного движения должен знать и соблюдать правила для того, чтобы дороги были безопасными. Продолжение следует...